Фольклорным коллективом Красногорска пришлось потесниться, чтобы принять в ряды участников традиционных истоков, дебютантов. И один из них задавал тон фестивалю. Впрочем, оркестру русских народных инструментов, сцена ДК Подмосковья родная. И он идеально дополнил выступления хоров и танцоров. Мы начинаем с оркестра и исполнением номеров оркестра и с оркестром солистов. А после этого уже разбавляем. Идем от самых фольклорных коллективов, от беседушки. И идем уже к более современным. Это коллектив из усадьбы Знаменская Губайлова. В этом году мы сделали немножко по-другому, чтобы все было именно про истоки, про фольклорный вокал. Поэтому в этом году даже у нас меньше сопровождения. Это меньше баянов, больше именно капельного вокала. И, собственно, с добавлением оркестра. Еще одна премьера истоков – вокальный коллектив «Элегия» в лице и голосе его руководителя Веры Струниной. Певческому объединению ближе и академическая музыка. Но не прочь, признается солистка, и народные валенки затянуть. Эта песня для многих очень дорога, так как когда-то Лидия Русланова прошла всю войну с этой песней. И, как ни странно, изначально эта песня была цыганской. Совершенно по-другому звучала. Но литмотив, припев был «Валенки-валенки, да не подшиты старенькие». Его оставила Лидия Русланова. По сути, я бы сказала, что авторство этой песни можно назвать, что она принадлежит Лидии Руслановой. Это то, что никогда не умрет. Вот фольклор. Вот появляется много песен, даже хороших, я могу сказать. Но вот именно русская народная песня, она никогда не умрет. Она будет вечно жива. Убежденных в этом зрителей концерта и поклонников народного творчества со сцены порадовал еще один участник фестиваля – Григорий Ткач. Заслуженному работнику культуры и почетному гражданину Красногорска аккомпанировал тот же оркестр русских народных инструментов. Все современное новаторское берет начало от истоков и подтверждение тому каждый номер фестиваля.